Друзья, предлагаю на новый год побаловать семью и гостей вкусным и очень нежным тортиком красный бархат. Мне кажется, он идеально подходит для такого праздника. Готовится такой тортик очень просто и достаточно быстро. И начинаем с приготовления теста. Берем 300 мл кефира. У меня кефир жирностью 2,5%. Добавляем 1 чайную ложку пищевой соды. Перемешиваем и отставляем пока в сторону. Далее берем 340 г просеянной муки. Добавляем 1 столовую ложку какао и 2 чайные ложки разрыхлителя. Перемешиваем и также отставляем пока в сторону сухие ингредиенты. Далее к 3 яйцам добавляем 10 г ванильного сахара. Щепотку соли. 300 г сахара. Взбиваем все миксером 8-10 минут на максимальных оборотах в пышную и светлую массу. Далее к кефиру добавляем 250 мл растительного масла без запаха. И 2-3 чайные ложки красного гелевого красителя. В описании под видео я укажу, какие красители дадут красивый красный цвет. Краситель нужно хорошо размешать. И в итоге должен получиться вот такой насыщенный красный цвет. Два этапа добавляем красную массу ко взбитым яйцам и миксером хорошо перемешиваем. Теперь точно так же в 2 этапа добавляем сухие ингредиенты. И за каждым разом хорошо перемешиваем миксером до однородного состояния. И тесто готово. Противень застилаем пергаментом и отправляем тесто на противень. Я хочу высокий квадратный торт, поэтому выпекаю на противне. И так быстрее, чем выпекать в форме для запекания. Тесто равномерно распределяем и отправляем в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 15-20 минут до сухой зубочистки. Но как всегда ориентируйтесь на свою духовку. Корж готов! Еще горячим делим корж на 4 равные части и обрезаем края. Края нам пригодятся для обсыпки тортика. Коржи получаются очень пышные, ароматные, воздушные. Они достаточно влажные, пропитывать их не нужно. Даем им полностью остыть, а пока приготовим крем. К 500 грамм охлажденных сливок жирностью 33% и выше добавляем 100 грамм сахарной пудры. Можно добавлять по вкусу. Это я сделала за кадром. Взбиваем миксером сразу на маленьких оборотах, постепенно увеличивая до максимума до плотного состояния, пока от венчиков не будет оставаться след. Добавляем 400 грамм сливочного творожного сыра и взбиваем крем еще пару минут. Крем получается очень вкусный и хорошо держит форму. Коржи остыли, собираем торт. На блюдо наносим немножко крема, собираем торт стандартным способом, корж-крем. Верхи бока тортика промазываем кремом и отправляем в холодильник пропитываться на ночь. Немножко крема оставляем, чтобы на следующий день подровнять тортик. На следующий день тортик пропитался, остатками крема ровняем верх и бока. Бока присыпаем крошкой из обрезанных кусочков коржей. Сверху по краям также посыпаем. Торт я украшаю гранатом. Веточками розмарина и листиками свежей мяты. Но вы украшайте на свой вкус по желанию. И все, друзья, в итоге вот такая красота у нас с вами получилась. Торт получился очень красивый и, глядя на него, сразу появляется новогоднее настроение. Торт получился невероятно мягкий и нежный, просто тает во рту. Очень вкусный и ароматный. Друзья, я долго думала, какой именно торт включить в новогоднее меню. И, по-моему, не ошиблась. Торт «Красный бархат» прекрасно создает невероятную новогоднюю атмосферу и праздничное настроение. Приготовьте, вам понравится!